Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас всех. Сегодня поклонников творчества Ксении Бурской на поэтическом вечере, в рамках которого наша гостья, писательница, журналистка и поэт, или поэтесса, иногда меня поправляют. Без разницы, главное, чтобы не авторка. Ответит, безусловно, на все ваши вопросы и расскажет про свой новый роман, который мы представляем, «Зверобой», а также, конечно, почитает свои лирические произведения. Давайте поаплодируем Ксении и поблагодарим ее за возможность личной встречи и, безусловно, за новый роман. И если можно, сразу несколько слов о книге. Я думаю, что эта книга очень сильно отличается от первой книги, потому что если в первом романе все любили всех, то в этой книжке мало кто любит друг друга. И мне кажется, это такая книга о поиске себя и о том, что каждый человек может быть одновременно и абьюзером, и жертвой, и вообще очень тонкая грань между всеми этими понятиями. И сложно отличить любовь от страсти и зависимость от любви. И вот, наверное, это об этом. Вы уже упомянули немножко о своем первом романе. Идейная связь у новой книги с вашим прошлым романом, она есть все-таки, безусловно? Присутствует или нет? Абсолютно новая. Ну, я бы сказала, наверное, что это так, типа, второй том. Ну, нет. Ну, просто, да, обе эти книжки, они о какой-то классификации чувств. А что было наиболее сложным в написании книги «За рабой»? Передать чувства, эмоции, либо все-таки это как-то вообще клубок этих всех страстей? Что было сложным? Либо, наоборот, было как-то все равномерно достаточно, и работа шла планомерно, скажем так. Либо вы иногда присутствовал какой-то творческий кризис? Нет, кризиса не было, но сложно, наверное, было объяснить, какую историю я рассказываю, потому что она достаточно нелинейно написана, и когда написалась, она написалась так же. И в конце, когда я дописала, я поняла, что, наверное, никто ничего не поймет, потому что оно все очень запутано. И я пыталась как-то поменять местами, в общем, разные куски этой истории, чтобы более-менее была понятна линия этого повествования. Ну, надеюсь, что мне это удалось. Еще вопрос от меня, и дальше я надеюсь, что наши гости тоже присоединятся, и будут задавать свои вопросы, потому как все-таки хотелось бы нам такого достаточно активного общения. Все-таки почему именно абьюз, почему именно эта тема стала ключевой в написании романа? Ну, потому что мы живем внутри некой новой этики, и мне показалось важным объяснить, почему, мне кажется, сомнительными некоторые убеждения этой новой этики. все сейчас озабочены поиском этого абьюза и какой-то его классификации, определения. Мне кажется, что настолько сложно понять, где он начинается, и на самом деле абьюз ли это. И главное, что один человек, правда, в разных ситуациях может вести себя по-разному. Мне показалось важным это проявить. Спасибо. Дорогие друзья, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, вот к микрофончику подходите, и можно озвучивать, собственно, вопросы ваши. Если нет, то будем общаться мы дальше. Желает кто-то что-то спросить, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите. А мне кажется, что никто еще не прочитал, потому что... Значит, вопросы по новому роману, вернее, уже предыдущему, вышедшему. Ну, хорошо. Если можно, тогда еще такой вопрос. Вот насколько вы... Вот он немножко в продолжении моего вопроса предыдущего. О чем? Вы достаточно сопереживали героиням романа, либо достаточно нейтрально их описывали? Вот как, отстраненно где-то даже? Мне кажется, невозможно отстраненно кого-то описывать. Ну, то есть, когда ты находишься внутри какой-то истории, внутри какого-то переживания, ты так или иначе принимаешь те чувства, которые испытывает каждый персонаж. И в этом смысле это была достаточно напряженная работа, потому что я все время была в таком очень эмоциональном состоянии, потому что они все там достаточно эмоциональны. Еще у меня вопрос. Вы действительно достаточно тонко описываете вот, собственно, грани эти. И вот у меня даже закралась такая мысль. Вы сами никакого психологического образования не имеете? Нет. Как психолог. Нет, я вообще не психолог. Но, как это сейчас модно говорить, я давно в психотерапии. Ну, в смысле, я сама себя как-то изучала, мне это было интересно, поэтому, наверное, как-то я с этим знакома. Спасибо. Ну, тогда, если вопросы у нас еще только рождаются здесь, в зале, то, может быть, несколько поэтических текстов от вас? Да, давайте я почитаю, поскольку мы все-таки его анонсировали как поэтический вечер. Я сразу скажу, что я очень плохо читаю стихи, не люблю это делать, но просто мне кажется, что сейчас это делать необходимо. Поэтому, если вам надоест, в общем, мое ужасное чтение, вы можете сказать, Алиса, хватит. Вы знаете, как это делать. Поведи горячим плечом, чтобы утро смахнуть за ворот. Осенние птицы вздрогнут за школьным порогом. Да какая школа, тебе уже 300, пора вставать на работу, ехать в метро, в дождь выходить с богом. Кое-кто обещал на тебе жениться. Помнишь, у лифта? Провожал до восьмого, ловил между этажей. Бегал вечером в продуктовую, мерцающие сердечки гифками. Говорил, вот накопим наклейки, получим набор ножей. Вы вступили в партию, в клуб перекресток, ногой в говно. Он говорил это к счастью, а ты смеялась, едва услышав. Это было в прошлом столетии, при прошлой власти, очень давно. Он из этого клуба уже пару лет как вышел. А в прошлую пятницу дали пособие, прибавку к пенсии. Помидоры пустили корни, сначала цветочки, затем плоды. По радиодаче передают сейчас нашу песню. Если кто-то и будет мне сниться, так это ты. Отмахни рукой сон, пусть он идет куда-нибудь досыпать. Осенние птицы вскрикнут, как от укола. Мама будет тебя, говорит, что пора вставать. Впереди еще целая жизнь, каникулы. Опоздаешь в школу. И как ночь опустилась в лес, окунувшись лицом в туман, Уронив свой огромный вес, как монеты в пустой карман. И осталась на некий срок, помогая нам без труда, Запастись тишиною впрок пропускающей поезда. И сквозь марлю они летят, как оса, потерявшая рой. Если двое сейчас не спят, то я первый, а ты второй. Рассчитайтесь на раз и два, разбудив свой собачий нюх. И если ночь укроет меня, почему ей не спрятать двух? Сквозь меня говори не жди, пусть слова не тревожат сон. Подойду и вижу, как в твои окна посмотрит клён. Наклонившись, поймает ритм через ветер и прочий шум. Говори теперь, говори. Я тетрадь взяла и пишу. В том магазине, где выдают право быть людьми среди людей, Где обещают будущее, не то что великое, но хоть какое-нибудь, Для нас не сделают скидок. Локтями толкаясь, первыми к кассе придут они, Гремя тележками с праведностью и модным блеймингом, Чтобы сказать нам, вас здесь не стояло. И кассирша в шиншиловом воротнике с губами алого цвета Прокатит в обратную сторону нашу скомканную идентичность. Со словами «Дженнифер, отмени». Как тогда в девяностые ты находила оправдание, Чтобы мы продолжались, и мы продолжались. Прижимались к ларькам с сигаретами, В падиках сжались к тёплой трубе отопления С каплями застывшей краски. А сейчас мы снимаем кино. Мы актёры второго и третьего планов, Без единого резервного плана, В бирюзовой защитной маске. Время было и вышло, теперь уже всё равно. А теперь научи, как нам быть, Дай нам знак, чтобы мы продолжались, Чтобы мы его поняли, то есть предельно простой, Как вставать в эту очередь к выходу из ниоткуда В неизвестное странное место, И я там буду, и продолжусь, И вам займу, и займут за мной. Хорошо, это можно, иди без слов, Оставайся вне зоны моей сети, И плевать, что кажется, ты остов, А я всё, что должно на нём прорасти. Так расходятся швы и ломают крой, Так на паперте я стою с протянутой к тебе рукой, Памятником памяти. Проходи, проходи, проживём и так, Как живут без Родины. Мимо, словно не человек я, А куст смородины. Не трава тебя вылечит, Ни зверобой, ни ромашка, Ни глина белая, только моя ладонь. Вот тут ложись, ребром под мою рубашку, Здесь для тебя свой срок отбывает бронь. Не слишком ли откровенно без полнолуний Для этих блокитных сумерок февраля? Так спросит меня при встрече Одна колдунья, когда-то пообещавшая мне тебя. Я ускользну, Зачем нам опять встречаться? Она усмехнётся, я зря, что ли, выражу. Уйду, не прощаясь, надо бы отмолчаться. А ты мне сегодня снилась, не расскажу. Аплодисменты, друзья! Дмитрий сказал, Здравствуйте, я принёс арбуз. Сейчас ведь ещё не сезон, Но я вам его нашёл, Как пачерица подснежники. И шагнул в ботинках на паркет, Ёлочкой, утром вымытой, с моющим средством. И Надежда сказала, Дмитрий, снимите ботинки, Проходите на кухню, там есть всё, что вам нужно. Но Дмитрий стоял как недвижимость. Под его ногами на ёлочке упрямо стекала лужа. Я подотру, поменился Дмитрий. Понимаете, мне неловко Проходить к вам на кухню, Брать ваши ножи доску. И что ещё там мне для этого необходимо? Потому что на самом деле Я прихожу сюда каждый день, Потому что я вас люблю. Но это так же нелепо, Как мозаики с Павелецкой, Которые висят на Новокузнецкой. А вы знали, что раньше там был портрет Сталина На том самом месте, где теперь Ленин? Надежда ответила нет. Я уже была на карантине в 95-м, В санатории Огонёк. Там лежали дети со сломанными костями, У меня тоже кое-что было сломано, Точнее спина. Мои родители не могли прийти ко мне весь декабрь, Потому что у нас был карантин. Я смотрела в окно с подоконника. Там на снегу стояли они, И махали мне, и улыбались так сильно, Будто их кто-то щекочет. И оставляли записки у вахтёрши. В записке мама писала, У вас карантин, не скучай, не грусти, Скоро это пройдёт, на Новый год будем вместе. И бабушка писала в записке, У вас карантин, не скучай, не грусти, Я читаю горько у моей университеты. Кот Тима спит на твоём одеяле, Скоро это закончится. И это закончилось. Дима Гопник, с которым я целовалась, Писал в записке, Ксюха, без тебя скучно, Но не грусти, на Новый год оторвёмся. Лучшая подруга Юля писала в записке, Ксюнь, не ссы, прорвёмся, Хотя она вряд ли писала именно так, Или ещё что-то такое. Она говорила, меня ждут в классе, Хотя это вряд ли. Но они все обещали мне, Что вот-вот придёт Новый год, И закончится карантин, я поправлюсь. Так и случилось. Поэтому вот, нам нужно просто дождаться Нового года. А пока писать записки о том, Что скучаю, люблю, не грусти, не ссы, созвонимся. Мартовская зима крошит на пол хлопья. Трубы кашляют, будто дети, пробующие в затяг. В макбуке у Марихен 12 открытых окон, И в каждом из них сквозняк. Марихен посещает митинги с белой лентой. Этой зимой очень модно быть легитимным. Надо достроить дом. Хорошо, что пошли проценты. Позвони мне в четверг, А до пятницы не звони мне. Пол четвёртого от метели всё так же мутно. Кошка гудит, как положено всем котам. А вдруг Марихен приснится сейчас кому-то И останется сниться там. Мартовская метель засыпает пляжей. Беготня через мост похожа на эстафету. Я пишу, Марихен, а что я пишу, неважно, Потому что есть вещи намного важнее этого. Я хотела писать о них. Получилось вот что. Марихен, я забыла слова и походу сплю. Обещай мне одно, Что ты завтра откроешь почту И подумаешь, чёрт, а ведь я же её... Вам не надоело чё? Да не надоело. То был маяк, и кислород, и знаменатель, И вечности открывшийся портал. И тот, кто рядом встал с ноги... Не стоя ноги, с кровати, Почувствовал, как плавится металл, но не ушёл. То был единственный момент, когда могло быть. Не обещала, но могло произойти. Я руками разрывала упаковку. Выходите на следующий, иди. Иди, пока живая, отпускаю. Потом не будет здесь ни выхода, ни дна. Я остаюсь смотреть, как догорает, Как остывает, как смывается. Одна не буду, это невозможно. Не помнить, не проговорить, не спеть, Не замолить, не вымолить подкожно, Не внутривенно, не забросить в сеть. И слышно, как упала, отцепившись, Осыпалась вчерашняя звезда. И что тут скажешь? Будем откровенны. Но мы не будем откровенны никогда. На старт внимания маршем уходит год. От лета туда, где уже виден снег, И глухой испаренный дымится земля, И щекочет горячий рот. И ты мне не пишешь, а как? Телефон неисправен. Ну ничего, затянет за ноябрид, У жителей наших широт будет солнечный голод. И я не могу не заметить, что не горит, Но жжет где-то там, должно быть на уровне горла. Увидеть тебя, присвоит тебя плечом. Да видит мой черт, я не обещала держаться. О чем я тут строчку? Да в общем-то ни о чем. Такие погоды, не очень-то тянет смеяться. Выходит, что Лондон с лицом запотевшего зеркала в бане То жар от витрин, то туманной идеологии с хэппи-инглиш. И все время кажется, что дырку прорвало в дамбе, И она нарывает темзой. А у меня тут финиш. Может, перерыв? А может быть, уже какие-то вопросы обозначились? Нет? Вот публика требует. Окей. Когда я вернусь, и пустое гулкое время Застучит в автомате, зажав мою руку в тиски, Где увяз когаток, Я на берег пойду остывать, И охрипший, как ветер, Отмахнусь от тоски, наплывающий, как каток. А когда я вернусь, кто-то спросит меня беспечно, Не хочу ли забыть, завершить этот путь астронавта. Ничего не меняй во мне, пусть это длится вечно, И под вечностью я, как и все, понимаю завтра. А когда я вернусь, чей-то голос на средней волне Развернется в ушах, словно молот за старым сараем. Если что, возвращать долги приходи не мне, Я возвратов не принимаю. Протянешь руку, и разойдется вода по швам, Побежит по темечку, словно шальные бесы, Как восьмая нога собаки, как телу шрам, Я нужна тебе, ну то есть совсем без толку. Позовешь, и голос провалится, будто рыбак под лед, Приходи и ляг со мной, лучше всего валетом. Говорили мне в детстве, ты идиот, идиот, Ничего из тебя не получится, а получилось это. Хорошо, хорошо, идиот, мне это вполне идет. Плюй на меня с небес, со своей колокольной. Ты не первый и не последний, наоборот, Ты тот, кем я буду мерить, насколько больно. Подходишь ближе и дерни током, не подходи. Все, что внутри, не колокол и не мыши. Так хотелось взять твою руку и приложить к груди. Вот послушай, хотя не слушай, уже не слышно. Последнее. Д уехал, уехал М, уехал А. Эти вчера уехали, видела фото. Эти редакции, эти взяли кота. Эти еще в 98-м, во время дефолта. Да, другого выхода нет. Избежать чумы и молчания, 40 минут до взлета. И тот человек, что брал у меня взаймы, Предыдущие 20 лет, снова возьмет их. Так что я понимаю Д, понимаю К. Нам опять станут слишком малы, чьи-то тертые джинсы. И как будто бы снова придется стоять у ларька, Выбирая синий ЛМ или красный Уинстон. Самолет отрывается, солнце по левому борту. Затяните ремни, пояса, отпустите грехи. И упрямо стоящее перед зданием аэропорта Я пока остаюсь, чтобы читать стихи. Спасибо огромное. Друзья, появились уже какие-то вопросы от вас, Чтобы Ксения с удовольствием на них ответила? Или все еще обдумывают, Что бы они хотели спросить относительно поэзии или прозы? Есть? Смельчаки! Пожалуйста, микрофончик рядом. А когда ждать сборника стихов? Я не знаю, мне кажется, они не продаются, Поэтому, наверное, никогда. Я бы купила. Ксения, вот такой вопрос. Не знаю, наверное, абсолютно такой вопрос Достаточно банальный, но тем не менее. Откуда вы черпаете вдохновение, Когда пишете свои поэтические тексты, стихи? Вообще стихи пишутся, когда все плохо. То есть поэт должен быть не просто голодным, Он должен быть где-то там на грани. Поэтому, ну, вот сейчас прекрасное время, Чтобы писать стихи. Еще вопросы? Где больше честности? В стихах или в прозе? Какой вопрос? За ковыркой. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки в прозе, Потому что в стихах Всегда все выглядит как одна большая метафора. И, наверное, это не самый простой способ Что-то сказать честно, не знаю. Потому что это всегда какая-то слишком художественно обработанная мысль, что ли. Еще вопрос, если позвольте. Касательно, в принципе, и прозы, и поэзии. Не могли бы вы назвать, может быть, тех авторов, Которые вам самой лично нравятся, вот как читателю, да? И, может быть, на кого вы когда-то равнялись, Либо это абсолютно никоим образом не связано с вашим творчеством. То есть вы самобытный автор, писательница, поэт. И, собственно, творчество поэта и писателей к современности, Или, может быть, классики, не отражается в вашем? Нет, очень отражается, мне кажется. И я достаточно банальна в этом смысле. Я выросла на Цветаево-Ивроцком, оно, наверное, видно. А из прозы, ну, вот я точно помню, что когда я первый раз прочитала Татьяну Толстую, я поняла, что я хочу быть писателем. Второй раз это случилось со мной, когда я прочитала Паланинка. Что, в общем, почему-то всем кажется очень странным, потому что он считается не интеллектуальным автором, а таким контркультурным. Мне кажется, что ничего контркультурного в нем нет. Он очень вполне себе лиричный и такой глубокий автор. Ну, конечно, вся русская литература в основном начала XX века. И, ну, понятно, что так или иначе влияла на меня. И, как ни странно, американская литература тоже в большой степени. А как вы относитесь к экранизациям литературных произведений? Были ли такие, которые вас действительно очень как-то удивили где-то, может быть, и очень понравились? Либо есть такие, которые, знаете, как анти, которые совершенно не понравились и никаким образом произведения не раскрыли? Мне кажется, что вообще, не знаю, я, наверное, не смогу назвать ни одну хорошую экранизацию. Ну, то есть, особенно если сначала читаешь книжку, а потом смотришь кино, оно, как правило, проигрывает. Я не помню такого, чтобы я прочитала книгу, а потом подумала, ну, вау, вот этот фильм вообще прям... Потому что, когда читаешь, совершенно иначе представляешь это, и потом как будто это идёт, ну, как-то вразрез с тем, что ты нафантазировал, а тебе показывают ту картинку, которую представлял себе режиссёр, а это может быть совершенно другая история. Я помню только один пример, когда я сначала посмотрела фильм «Исчезнувшее», по-моему, он назывался... Несколько лет назад был Флинн, по-моему, зовут, да, автор, не помню. Ну, в общем, я вот сначала посмотрела фильм, он мне понравился, потом я прочитала книжку, он мне понравился ещё больше, но в том смысле, что фильм был тоже неплохой. А если бы вам предложили экранизацию ваших романов, первого или второго, согласились бы вы? И при каком условии? При каких? Конечно, я бы согласилась, это же огромные деньги. Честно. Да, конечно, пожалуйста. У меня этот вопрос появился. Вот у нас сейчас такое время довольно волнительное, и, в общем-то, какие-то люди хотят читать литературу, да, и, может быть, чтобы как-то себя куда-то окунать в какие-то другие миры, или же наоборот, вот что именно лично вам сейчас хочется читать, какого типа литературу, и придёт ли ваша книга для того, чтобы как-то вот удовлетворить запрос сейчас чтецов? Вот эта книга? Да. Ну вот я сейчас получаю сообщения, которые звучат так, что спасибо, что можно сбежать от реальности вот в эту книгу. Ну, и, безусловно, это меня радует. И мне кажется, что всё, что происходит, найдёт отражение в следующих книгах, следующего года, естественно, и там, последующих лет. Сейчас мне хочется скорее читать, не знаю, телеграм-каналы. А уже есть какие-то наброски, идеи, может быть, уже для следующей книги? Если да, то приоткройте завесу тайны. Или нет? Такая история случилась. Я начала писать новую книжку, которая, как мне казалось, будет, наконец-то, историей, которая будет ни про травму, ни про насилие, ни про абьюз, ни про любовь. Ну, в общем, я наконец-то подумала, что я напишу нормальную книжку. И я её начала писать, написала две главы, «А потом произошло то, что произошло, и теперь, я думаю, это будет книжка про другое. К сожалению, про травму, про насилие, про абьюз. Добрый день. Я, к сожалению, не знакома ни с вами, ни с вашим творчеством до сегодняшнего дня. Я только сегодня в Телеграм увидела вам большой привет от Юлии Владимира Яковлевых. Спасибо. Где они и где я? Они сказали, что здесь будет потрясающий человек. И книжка про любовь. Я, наверное, немножко старая, потому что в моей жизни никогда не встречала слово абьюз. Я его услышала только от Владимира Яковлева на его занятиях. И у меня, соответственно, когда мне рекомендовали прийти сюда, мне сказали, что сейчас такое тяжёлое время, и это книжка про любовь. Вот как бы вы, во-первых, объяснили мнение следующее, что такое абьюз в вашем понимании? То есть мне не нужна, вот прям как там в Википедии, да? А с другой стороны, насколько тесно эти явления, вот абьюз и любовь связаны, ну, как бы в вашем понимании и, соответственно, в вашей книжке? — Спасибо. Я думаю, что абьюз — это когда между двумя людьми происходят не совсем равные отношения, когда один человек не ставит интересы другого человека в внимание, не берёт во внимание и каким-то образом, ну, этим его унижает, да? Когда человек, ну, второй человек оказывается слабее и теряет себя в этих отношениях, и не имеет возможности действовать так, чтобы ему было хорошо, поэтому ему, в общем, плохо психологически. Это такое психологическое насилие, тип психологического насилия. Ну, оно, как правило, на мой взгляд, неосознанное. Это не то, чтобы люди специально планируют так поступать. Просто так складываются отношения или так сходятся люди, что один из них оказывается слабее и находится в такой позиции. Вот именно это, мне кажется, важным, и я про это написала в книжке, потому что сейчас нет вот этого, этих полутонов, есть только чёрное и белое. И ты не прав, ты плохой, всё. И мне кажется, нельзя так вообще в целом смотреть на отношения людей. Настолько категорично, однобок. То есть вы за цветное? Да. Понятно. А если сравнивать, вот говорит это, с понятием любви, почему спрашиваю? Буквально недавно, ну, я ещё инструктор проекта Яковлева, продолжение следует, сейчас это «Легче жить» называется. И у меня одна из наших инструкторов, она тоже живёт в Израиле, как они сейчас, и она задала такой вот вопрос, мы как раз про любовь. Причём мы про любовь уже четвёртую-пятую неделю говорим, и я поняла, что следующую мы опять будем говорить про любовь. Вот мы по средам встречаемся в онлайн. И она сказала такую вещь, когда мы говорили про любовь, что, ну, понятие ревности. Она говорит, меня безумно любит муж, он очень поддерживает, очень как-то вот прямо вот готов все мои желания. Но одновременно с этим он ужасный ревнивец. И меня вот его забота вместе как бы вот с этой дикой совершенно ревностью, она очень сильно угнетает. Это каким-то образом можно связать с абьюзом? Или это вообще разные понятия? Ну, тут мало вводных, но я думаю, что, да, наверное, если эта ревность, ну, как бы является поводом для того, чтобы она себе в чём-то отказывала, чтобы не вступить в конфликт с ним, наверное, это абьюз, конечно. Если она себя ограничивает, потому что он так захотел. Наверное, тогда да. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. И большой вам привет от Яковлева. Да, спасибо ему тоже. Спасибо. Ещё вопросы, пожалуйста. Ксения, здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы слышали ваши поэтические тексты, и здесь мы видим, присутствуют, соответственно, две книги прозы. Скажите, что вам ближе всё-таки, поэзия или проза? Спасибо. Спасибо. Ну, и я предпочитаю называть себя писателем, потому что, не знаю, у меня всегда было предубеждение какое-то к людям, которые называют себя поэтами, их в какой-то момент, когда, ну, там, мне было лет 19, летом 18, их было так много, и это было так модно, и тогда это был расцвет в ЖЖ, и в ЖЖ было столько поэтов, что, ну, мне как-то было очень неловко тоже называть себя поэтом, потому что все вокруг были поэтами. И, ну, как-то я никогда не любила читать стихи. Мне всегда было важно, ну, если я там написала какое-то стихотворение, и оно кому-то конкретному относится, мне было важно показать тому, кому относится, а кто там уж ещё прочитает, мне было всё равно. Ну, то есть, в этом смысле, наверное, мне проще и интереснее называть себя писателем, чем поэтом. Ну, и вообще, в целом, проза мне интереснее. Спасибо. Ксения, а можно небольшой отрывок из вашего прозаического произведения, наиболее интересный, на ваш взгляд? Ну, маленький. Я понимаю, что огромное количество текста, которое было бы интересно именно вам и всем нам, но что вы выберете сами на свой вкус? Не знаю, такая трудная задача, что-то всё такое неприлично. Ну, хорошо, давайте просто изначально. Вдруг вспомнила, как всё начиналось здесь, в этом городе. Никого ещё даже не было, а вот папа был. Однажды Марьяна приехала сюда не гостем, с жителем, вошла в дом с кем-то в сердце, с длинной острой иглой в голове, которая колола её всякий раз, когда кого-то с ней не было. Всегда, то есть. Вошла с чемоданом, сумка красная, длинная, во весь её рост. Сказала отцу, что она ненадолго, что это временно, что ей бы только взять одну крепость. Но поход затянулся, она заблудилась, дорога ушла не туда. Однажды Марьяна пришла домой с одного из свиданий, зарёванной, решившей никогда никого больше не любить. Она была полна кем-то другим настолько, насколько ей позволяли её размеры от края до края. Было очевидно, что это плохая идея, так заполнять себя кем-то, но вычеркнуть тоже нельзя, только вместе с собой. Отец, понимающий, кивнул, сделал ей чай и пошёл смотреть документалку про медоносных пчёл. Марьяна запомнила, говорили, что самые страстные любовные отношения между пчёлами и цветами. И она ещё подумала, господи, что за бред. Потом лежала на полу и плакала. На этом вот полу, паркет ёлкой-палкой. И вот сегодня ты здесь, ты здесь. Проснувшись, Марьяна очень тихо выбралась под одеяло. Ноги узнали про хладный добротный пол. Говорят, в двадцатых годах прошлого века в этом доме жила одновластная женщина, не то начальница, не то жена наркома. Она распорядила, чтобы в доме сменили полы из казённых на дорогой паркет. Хватило на сотню лет. Спасибо, мадам. Пол заскрипел, провожая Марьяну на кухню, но в спальне по-прежнему было тихо. По пути открыла кладовку, и чугуном навалилась тоска. Санки, на которых отец возил её зимой ржавые, погнутые, соблупившись с синей краской, лыжи-салют, на которых они однажды выехали в лес с его коллегами. Кажется, только один раз это и было. Стоило ли их покупать? Будильник с гравировкой «Время-деньги», открытка к какому-то Новому году и пачка рисунков. Звери на кораблях, плывущие в неизвестные страны. Тонкие тетради заглавим «Жизнь насекомых», записка, исполненная неуверенной детской рукой синим фломастером. Извини, что не сказала спасибо. Извини, что не сказала спасибо. Извини, что мы вообще почти не разговаривали. Извини, что не успели проститься и что этот дом мне тоже не сохранить. В спальне зазвенел будильник. Время-деньги. Ну и что будет дальше? Марьяна живо представила, что? Проснёшься и скажешь. Мне на работу пора. Спрошу, завтракать будешь? Ты скажешь, по пути что-нибудь перехвачу, не переживай. Да и что тут ещё говорить? Завтра у меня самолёт. Нет смысла тянуть с прощанием. Это всё. Одно сплошное прощание. Такая вот цель визита. Ты будешь долго искать ключи от машины в бездонной сумке. Они будут звенеть, но не находиться. Потом найдёшь. Наверное, в этот раз стоит сказать спасибо. Спасибо за эту ночь, скажу я, как в кино или плохом бульварном романе. О чём ты говоришь? Скажешь ты и поцелуешь меня в висок. Потом жалишься и поцелуешь в губы. Как будто и не было ничего. Или наоборот. Вот и всё, что было. Спасибо огромное. Ещё вопросы, друзья, есть? Давайте немножко поактивнее, чтобы они всё-таки появились, потому как встреча наша всё-таки ограничена по времени. Поэтому, если есть желающие, пожалуйста, самое время выступить. Добрый вечер. Вопросов на самом деле нет. Просто хотела сказать огромное спасибо за книгу. Я обычно достаточно медленно очень читаю всё. А тут буквально за практически три дня прям моментально всё пошло. И когда я читала книгу, я очень боялась, что она кончится так, как бы мне очень не хотелось, чтобы она кончилась. А тут на последних страницах, вернее, на последних двух она кончилась так, как вот, ну, можно сказать, я, наверное, мечтала. И спасибо большое. Я прям очень расстроена, что книга кончилась. Сейчас сижу немножко, и очень грустно. Спасибо. Спасибо. Ксения, у меня такой глупый вопрос возник сейчас. А вы так же быстро пишите, как читаете? То есть вот тексты просто и стихи, и тексты, вот восприятие, когда вы пишете, вот такое же вот прям? Или всё-таки там как-то эта вот мысль медленно течёт? Хотела сказать, что я очень медленно читаю, потому что у меня лежит вот такая стопка сейчас у кровати книжек, которые я не могу дочитать, и, видимо, никогда не дочитаю. Ну, да, пишу я быстро, ну, то есть это я написала месяца за три, наверное, не ежедневной работой, а то есть просто с подходами. Понятно. Просто текст, пока его читаешь, воспринимается несколько иначе, чем не в таком темпе. Но ещё вот несколько вопросов возникло по поводу вот ваших ответов предыдущих, по поводу фильмов, по поводу, например, того же Паланика. Фильм «Бойцовский клуб» не считаете, что он соответствует произведению? Нет, я не знаю, я не фанат «Бойцовского клуба» и даже произведения, потому что я больше люблю у него другие, там, уцелевшие, невидимки и так далее. А, и тогда ещё один последний уже вопрос, то уже по поводу ответов. Я что-то не совсем поняла тему насчёт того, что я не очень люблю стихи. Это имеется в виду читать стихи свои читать или вообще читать стихи? А как же Цветаева, как же Брозовский? Нет, нет, я не люблю свои стихи читать, ненавижу, потому что я не умею это делать, я их не помню вообще совсем. Ну, то есть для меня вот как бы максимум прочитать с бумажки и не запнуться. Ну, и в целом я не люблю, потому что уже, ну, я не умею, и всё время это вот так, да, типа очень быстро, ничего не понятно и без выражения, короче. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, конечно. А вы когда-нибудь слышали ваши стихи в воспроизведении кого-то другого? То есть что кто-то другой читал и вам нравилось, или вы бы хотели, может быть, что кто-то другой читал и так далее? Да, я недавно буквально решила сделать такой проект, как-то попросила разных людей прочитать стихи. Я не очень поняла дальше, ну, то есть люди прочитали, и я им очень благодарна, но я не поняла, что с ним делать, потому что я хотела их куда-то выкладывать. Когда я выложила в Инстаграм, я поняла, что это вообще не работает. Ну, то есть видео, особенно стихи, где-то там в Инстаграме выглядит довольно, ну, короче говоря, это плохая площадка для этого. И я не поняла, в общем, пока, как это использовать. Но там, правда, очень круто люди читали. А недавно, совсем недавно, я попросила прочитать Воденникова одно моё стихотворение, которое ему понравилось. Он прочитал, и это круто. Спасибо. Ещё вопросы? Ксения, вот у меня вопрос уже по поводу прозы. Скажите, а вот образы, которые вы описываете в своих произведениях, ну, в частности, в «Зверобое», это собирательные, нежели… или там есть действительно прототипы, которые, собственно, из которых срисовано немножечко их характер, эмоции и так далее? Да, ну, конечно, у всех героев есть прототипы, но я бы сказала, что это такой собирательный прототип. Там в каждом герое есть несколько человек, как минимум. Ну, малоузнаваемо, да? И ты к тому, что, может быть, кто-то уже, прочитав книгу, сказал, что вот, это мои отношения. Ну, любые совпадения случайны, конечно, а как же. Спасибо. Ещё вопросы, друзья? Всё? Вопросы закончились? Иссякли? У меня есть такой вопрос. Я ненавижу слушать аудиокниги, и мне легче воспринимать текст как бы глазами, читать глазами. И из-за этого мне, например, какой-то совершенно дисбаланс между текстом, который мне кто-то вслух прочитал, как, например, вот ты сейчас читал стихи, и тем, как я его видела написанным. Как ты считаешь, нужно озвучивать книги, озвучивать стихи так, чтобы кто-то их воспринимал только в таком виде и не взял потом в руки напечатанный текст? Ну, мы сейчас живём в такое время, когда у людей больше шансов прочитать книжку — это послушать её в пробке. Поэтому я не против того, что этот формат есть. Я знаю людей, которые это любят. Моя мама, например, слушает только так всё время в машине. Я не воспринимаю в целом аудиоконтент, если это не музыка. То есть я не могу, я засыпаю просто. Поэтому я сама не слушаю. Но если людям это удобно, почему нет? Я поэтому не читаю сама свои книжки, потому что... Ну, вы слышали, почему. Потому что... Но когда это читают актёры... Ну, вот, кстати, «Зверобой» озвучивала какая-то женщина. Мне понравился её голос. Мне предложили выбрать, я выбрала. А потом я включила. А там... Ну, в общем, я сразу всем рекомендую сделать скорость 1.50, потому что там как будто она под бромом. Это очень сильно медленно. И вот как раз к предыдущему вопросу этот совершенно не тот... Ну, короче, не мой ритм. Поэтому мне было прям тяжело. Я думаю, господи, да что ж такое? Ну, а первая книжка озвучена, по-моему, неплохо. Ну, наверное, и вторая неплохо просто. Я по-другому сама чувствую этот текст, поэтому, видимо, мне тяжело воспринимать его так. Спасибо. И ещё буквально несколько вопросов. Остается у нас время. Конечно, конечно, активнее. А вот вы про антиокнигу сказали, да? А вы, как авторы, должны отслушивать книгу? Или вообще вам, в общем, всё равно, как они там её прочитают? Или всё-таки вы включаетесь в это? Ну, если честно, вот с этой книжкой я почему-то не включилась, не знаю. А как-то это всё было очень быстро. Перед Новым годом я пропустила этот момент. А с предыдущую, ну, поскольку её озвучила Татьяна Шитова, которую Алису озвучивает, и я с ней знакома, она мне присылала какие-то, типа, наброски, и я её редактировала. Ну, в смысле, я говорила, здесь помедленнее, здесь побыстрее, или там здесь по-другому я имела в виду. Ну, то есть у меня была возможность её как-то срежиссировать. И в этом смысле, поэтому, наверное, это получилось лучше. Знают ли на вашей работе, что вы пишете книги на работе, и как они к этому относятся? Вот там вот стоят молодые люди с моей работы, они как раз снимают сейчас эту встречу. Поэтому ответ — да. Но как они относятся? Да нормально относятся. Какие варианты? Друзья, если нет вопросов, у меня ещё не вопрос, а, наверное, пожелание от вас. Что бы вы могли пожелать своим читателям, то бишь нам? Относительно своих книг читать. Запрещенный контент. Ну, вы поняли. Ну, в общем, так, живите в любви и в мире. Вот. Спасибо огромное. Дорогие друзья, если есть ещё вопросы, пожалуйста, задавайте. Не стесняйтесь. Если у нас вопросов нет, тогда мы потихонечку будем продвигаться уже к автограф-сессии. И уже лично сможете у Ксении, собственно, спросить то, что вы не осмелились озвучить в микрофон. Спасибо огромное всем за внимание. До новых встреч в Библиоглобусе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok